Буча, Гастумель, Бородянка, Мариуполь, Харьков, Чернигов, Одесса, Херсон – далеко не полный список городов, которые пострадали от рук российских оккупантов. За сто дней войны в Украине зарегистрировано почти 15 тысяч фактов военных преступлений, совершенных российскими военными. Расследовать эти зверства украинским следователям помогают коллеги со всего мира. К международной следственной группе, сформированной в марте Украиной, Литвой и Польшей, теперь присоединились Эстония, Латвия и Словакия. «Вашей прокуратуре стали помогать судебные эксперты и полицейские из Словакии. Я знаю, что документирование преступлений, которые Россия совершила в Украине, не вернёт вам ваших близких, но это позволит рассказать всему миру, что произошло, и обвинить всех тех, кто это сделал». Сейчас в Украине работает группа из 42 следователей, криминалистов и персонала Международного уголовного суда. И это, по словам прокурора Карима Хана, самое большое количество экспертов за всё время существования Международного уголовного суда. «Я думаю, это показывает, что существует этот общий фронт законности, абсолютно необходимый не только для Украины, но и для сохранения мира и безопасности во всём мире. Мы не можем прилетать и улетать. В ближайшие несколько недель мы будем работать над открытием офиса в Киеве. Мы уже убедились в этом. У нас очень хорошее сотрудничество с генеральным прокурором. Я думаю, это очень важно». Ранее Соломинский районный суд Киева приговорил к пожизненному заключению российского военного Вадима Шишимарина за убийство мирного жителя в Сумской области. Еще двое российских военнослужащих – Александр Бабыкин и Александр Иванов – приговорены к 11,5 годам с судом в Полтавской области. По данным следствия, 24 февраля они участвовали в двух обстрелах жилых районов Харьковской области и точно знали, что в зону поражения могли попасть мирные жители. Юлия Грановская специально для информационного марафона Freedom на телеканале UA.